На один день актовый зал Одинцовской гимназии номер 4 превратился в инновационную площадку будущего. Здесь собрались все те, кто всерьез интересуется робототехникой, инженерным конструированием, программированием и научно-естественными предметами. Технический прогресс несет не только положительное, но и бывают и негативные последствия. Поэтому у вас сегодня будет возможность познакомиться с людьми, которые связаны с наукой. У нас сегодня представители научно-производственного центра имени Хруничева. Учителя и специалисты уверены, что такие площадки на базе образовательных учреждений позволят ученикам реализовать свои инженерные замыслы и раскрыть потенциальные способности. Робототехника – интересное направление в образовании современном в нашем Одинцовском районе. Это тоже очень хорошо развивается. У нас есть кружки, которые работают в рамках дополнительного образования. У нас есть специальные факультативные курсы. Этот семинар по робототехнике, он, конечно, носит такой просветительский образовательный характер и профориентационный характер. Так как ребята, которым это интересно, возможно, в своем будущем свяжут это со своей профессией и определят свой дальнейший жизненный путь. За плечами этих ребят – олимпиады, фестивали, интеллектуально-творческие конкурсы по робототехнике и инженерному делу. Поэтому посетить семинар под названием «Роботы в образовании» решили многие старшеклассники. Робототехника меня увлекает именно как прикладная сфера программирования. Потому что одно дело – это видеть результат просто на экране, другое дело – это видеть результат именно в жизни физической. Кроме того, я считаю, что робототехника имеет просто гигантский потенциал. И сейчас как раз то время, когда этот потенциал вполне реально реализовать. Я пытаюсь вникнуть в различные сферы робототехники, ведь их довольно много. А конкретно в мастер-классе, опять же, это саморазвитие. Я хочу узнать больше о том, что мне нравится. Хочу узнать, как, в принципе, можно изменить этот мир и сделать его лучше. Я считаю, что за роботами будущее, они уже сейчас позволяют автоматизировать многие процессы, работают там, где для человека опасно. Для ребят была подготовлена насыщенная программа. Интересные лекции о последних тенденциях в сфере космических инноваций, мастер-классы и демонстрация способностей искусственного интеллекта. Анна Пряхина, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.